Михаил Михайлович Пришвин очень подробно описал наш край. Бродя по лесу, он наблюдал за природой, записывал свои наблюдения в блокнот. Попали в дневники Пришвина и события нашего города, в котором он прожил 11 лет. Он написал множество произведений. В эти годы у него был очень большой творческий подъем. Потому что именно в эти годы были выпущены 4-6-томные и 7-томные собрания его сочинений. Михаил Михайлович описал наш край вдоль и поперек. Михаил Пришвин жил в Загорске с 1926 по 1937 год на Комсомольской, а сейчас Вифанской улице. Часто ходил через нынешний парк, поэтому памятник писателю установлен на месте. Автор скульптуры Юрий Хмелевской – поклонник творчества Пришвина. Не влюбиться в него просто невозможно. Было все это еще со школьной скамьи привито нам. А потом у меня дети, внуки, которые мы с удовольствием читаем. Они любят природу, любят его произведения. И вот то, что памятник появился, я думаю, он больше, наверное, современных ребят заинтересует. А что это такое? Кто такой? Нам это, видимо, ближе было. Мы жили как-то на природе. А вот сейчас городской житель, он немножко уже другой. Урбанизация произошла какая-то. Не очень воспринимает природу. Но читая произведения, мы видим Пришвин, как он любил разглядывать каждый листочек, как цветок растет, как паук паутину плетет, как утром роса проявляет эту паутину. Вот такая наблюдательность его и постоянная работа на природе. Он же все многие произведения свои в лесу писал. Его особенность, что он не зацикливался на каком-то одном мнении своем, когда-то возникшем, а смотрел, как развиваются события и как эти люди или это событие повлияло на дальнейшую жизнь. Поэтому поучиться всем надо. Не рубиться с плеча, а знать, что все развивается и все находит свое место. Произведения Пришвина по-прежнему интересны и детям, и взрослым. Путешественник, краевед, фотограф он замечал многое, мимо чего мы порой проходим. Вспоминая Пришвина, вспомнили и его учителя Василия Розанова. Обязательно нужно вспомнить еще об одной дате. Это День памяти Василия Васильевича Розанова. Завтра сто лет, как он умер. Ровно сто лет. А почему я вспоминаю о Пришвине? Потому что Розанов был учителем Пришвина. Он был учителем географии в гимназии, где учился Михаил Михайлович. И у них были очень сложные отношения. Но о них я не буду говорить. Но скажу только о том, что Михаил Михайлович, несмотря на то, что у него была какая-то обида на Розу, он учитал его гению. И как только он прибыл в наш город, и может быть это была одна из причин, первое, что он сделал, это нашел могилу Розу. Спасибо. Спасибо.